Бибкомбинат Балаковский отмечает замечательную дату, свое 75-летие. Мы желаем вам дальнейших успехов в работе, благополучия, исполнения задуманных планов, счастья и добра. Как это было? С начала войны население города Балакова и Балаковского района резко возросло. Здесь располагались госпитали, воинские части и училища. Сюда эвакуировали население из прифронтовой полосы. Для обеспечения населения продовольственными товарами и продуктами питания первой необходимости осенью 1942 года комитетом Балаковского районного совета было принято решение об организации Балаковского районного пищевого комбината. К 1951 году комбинат состоял хлебобулочный цех, лапшевой цех, кондитерское производство, мучнистый цех, сахаристый цех, плодово-овощной цех, цех безалкогольных напитков, винный цех, производство мороженого, подсобное хозяйство, ларек по продаже хлебобулочных изделий. В 1996 году комбинат стал называться открытым акционерным обществом «Пивкомбинат Балаковский». Смотрю на цифру 75 и отматываю 22 года назад, когда первый раз перешагнул порог проходной любимого пивкомбината. Конечно же, есть дикое волнение, но оно сопряжено в первую очередь с огромной любовью к каждому человеку, с которым я вместе работал. Вспоминаем Семенову Рогафовну, как первый день пищевика, буквально вот 22 года назад, мы отмечали в лаборатории безалкогольного цеха, и она приготовила самые уникальные, самые вкусные, фантастические манты. Статьяна Ивановна вспоминали Семеновой, как первые же дни июля, буквально в первые дни августа. Завод стоял, цех мощных конечных изделий из четырех линий работал буквально один раз, может быть, в неделю, выпускал немножко, небольшое количество печенья, Мария. И тут мы пригласили технолога небезвестный, Кнопову. Родился хороший продукт. Ну как его назвать? Идем по улице, по территории завода, ну как назвать? Ну, сластю на неделю, сладкоежка. О, точно, сладкоежка. Давай назовем, давай. И мы ходом идем, тут же подписываем себе документы у Далины Кифровной в лабораторию. И что самое уникальное? Этот продукт спасли и зовут. Зинаида Алексеевна, это тот уникальный человек, который лучше всего раскладывает пиво. Когда вы проводили дегустацию, она его разложила по форме с биологическими отклонениями. Я ее называю самым лучшим дегустатором, который вообще может быть. Можно себе, когда я никогда не пил. И это один из лучших механиков, который можно представить в России. Как сейчас, конечно, я за 9 лет не могу говорить, но раньше это был самый строгий главный бухгалтер. Улыбышевый Ольга Евгеньевна. Именно он заставил руку плескать Клауса Егеря. Строгая жуть вообще. А в Майкиной Галине Миловне, мастеру цеха пива. Как она выдержала, я просто не знаю. Интересная дочка, это дочка Ирины Петровны. В 96-м году мы ее подвестили. Нашу любимую Викулю, как можно сказать, теперь это уже большая девушка, вышла за... Вот когда Александр Александрович вступил со сцены, мы, многие из нас, и смеялись, и плакали. И я хочу сегодня сказать ему большое спасибо за то время, когда он был на нашем предприятии. Все запускали сладкоежку, Марию, все сахарные печенья. Это Татьяна Ивановна, которая выдавала в месяц 2 тысячи тонн печенья для всей страны. Уважаемые коллеги, хочу вас поздравить всех с этим большим юбилеем. Только вашим здоровьем, упорством и преданностью нашему коллективу, молодости и настойчивости наших новых тогда пришедших руководителей мы смогли выжить в нелегкое время, существовать сейчас. Хочу, во-первых, от себя, лично и от имени генерального директора Владимира Александровича Соловьева поблагодарить вас за ваш добросовестный труд, за ваше уборство, за ваше мастерство, за ваш высокий профессионализм и за такое трепетное особое отношение к тому делу, которым мы занимаемся вместе с вами.